Напомним, журналист телеканала ИТВ Анастасия Калугина работала над сюжетом о проблемных дорогах столицы. На примере этого участка рассказывала, как печально выглядит дорожное полотно. Спустя несколько дней на место выехала дорожная служба, чтобы устранить проблему. Сегодня дорога, которая соединяет улицы Беспалова и Ялтинское шоссе возле остановки Марьина роща полностью реконструируется. Но давайте вспомним, какой она была неделю назад. В качестве примера мы измерим данную яму на этом участке. Вот в ширину, к примеру, эта яма 2,8, это то есть почти 3 метра. В ширину эта яма 277 сантиметров. Глубина этой ямы более 10 сантиметров. Данный участок ничем не огражден, а результат нашего эксперимента показал, что любой водитель, угодивший в эту яму, имеет полное право получить компенсацию от дорожной службы. Сегодня здесь все иначе. На одной стороне дороги сняли старый разбитый асфальт и положили слой нового основного камня толщиной в 35 сантиметров. В ближайшие дни появится и финишный 20-сантиметровый. Немногим позже закончат и вторую сторону. Ремонтные работы ведутся по новой технологии. Первый слой состоит не только из щебня и битума, но и примесей цемента, что делает его более долговечным. Это необходимо для проезда тяжелого транспорта. Второй же слой будет принимать краткие ударные нагрузки. Ну, слава богу, начали делать. Долго ждали мы. Двого лета большие ямы были. Машины бампера царапали, еще что-то. Ну, основанно хорошо, видно, делают. Ломали частные машины, да? Да, конечно. Хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее сделали, потому что раньше были ямы. Машины здесь пробки с самого утра были. Сейчас вот делают. Я думаю, хорошо сделают. Довольные очень. Был ужас. И долго терпели. А сейчас довольные по всему Крыму. Часто ездим, часто ощущаем дороги. Как лучше стали, так и довольные стали. Молодцы, что делают дорогу. Конечно, дорога была очень плохая. Здесь вообще было невозможно. То есть я рад, что здесь делают дорогу. Конечно, она стала лучше. Если бы увидели, какая она была до того. Ее латали, латали. Наконец-то хоть сделают, потому что ездить было невыносимо. Люди по-настоящему рады, что дорогу реконструируют. И в скором времени ей можно будет пользоваться, не боясь повредить автомобиль. Пассажиры автобусов наконец перестанут мучиться от сильной тряски. Теперь на этом участке исчезнут пробки, уверены местные жители. Раньше водители пытались аккуратно лавировать между ямами, что значительно замедляло движение. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.